МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если выборы в Госдуму в этом году будут проходить в течение нескольких дней, запрет на агитацию начнет действовать с первого дня голосования. Дня тишины накануне открытия избирательных участков не будет. Такие поправки внесли в законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы. В единый день голосования в сентябре запрета на агитацию перед открытием участков скорее всего не будет. В Центр избиркоме заявили, что эти выборы с большой долей вероятности будут многодневными. Учитывая удобство формата и действующие ковидные ограничения. Окончательные решения комиссия примет в июне после того, как президент назначит своим указом дату голосования по выборам депутатов Госдумы 8-го созыва. Согласно нормам избирательного законодательства, если ЦИК объявит федеральные выборы многодневными, в таком же формате пройдет голосование в регионах и муниципалитетах. Утром 11 мая в гимназии номер 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Еще более 20 получили ранения. Стрельбу открыл бывший ученик учреждения. Наша съемочная группа попыталась выяснить, что могло повлиять на агрессивное поведение молодого человека и какие меры безопасности помогут избежать подобных трагедий в будущем. 11 мая всю страну потрясли события, которые разворачивались в Казанской школе номер 175. Сначала в здании раздался взрыв, позже с оружием туда зашел Ильнас Голливеев. Именно так зовут 19-летнего юношу, который убил 9 человек. Более 20 пострадали. По официальным данным, стрелявший ранее был учеником в этой школе, но отношения с преподавателями и одноклассниками у него не сложились. Психолог Наталья Мышова обратила внимание на поведение молодого человека. И агрессию в отношении родителей на видеодопросе. Возможно, не было у родителей контакта с сыном. Не было. Возможно, он был вынужден свои проблемы, свои сложности решать самостоятельно. Вот. И плюс еще, что хочу сказать, что вот такие психиатрические отклонения, психиатрические отклонения, они развиваются постепенно, подспудно, незаметно. Возможно, что все это зрело, потому что, ну, как мы знаем, да, специалисты знают, что дебюты психиатрических заболеваний, они как раз бывают в возрасте где-то с 17 до 24 лет. Обсуждая инцидент в соцсетях, многие предположили, что травли и неудачи в школе могли спровоцировать парня на своеобразный акт мести. По мнению психолога, это могло стать не главной причиной, а лишь одним из факторов. Ведь у многих подростков можно заметить вспышки ненависти к учебе и сверстникам. Но фразу, брошенную дома один раз, не стоит путать с долговременными изменениями психики. Ситуативная злость – это нормальное явление, тем более в подростковом возрасте, когда психика нестабильна, когда вот эти гормональные перепады. Я всегда подчеркиваю, что очень важно быть в доверии к ребенку, чтобы ребенок доверял. А для этого нужно с ним взаимодействовать. Если родители, допустим, заметили какую-то странную агрессивность, такую, которая уже тянется на протяжении какого-то времени, не вот ситуативную, конфликт в школе, что-то с учителем не заладилось, с ровесниками и так далее. А если это вот таким прям фоном идет, и ребенок даже при анализе, при взаимодействии, при обсуждении, он даже сам не может объяснить, что происходит, на что. Ну вот на что ты злишься? Да, уж как-то сам не понимаю. В таких случаях нужно обязательно обращаться к специалистам. Стресс, буллинг в школе, плохие отношения с родителями, психические расстройства. Все это в совокупности могло дать такой результат, как у Ильна Заголевиева. Окончательные выводы в любом случае будет делать судебно-психиатрическая экспертиза. Почти сразу после казанского инцидента губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях региона, провести проверки. Мы решили спросить у саровчан, какие меры, по их мнению, могут быть эффективны в предотвращении таких трагедий. Если человек, например, психически нездоров, то он должен лечиться. А у нас психиатрическая служба, увы, практически развалена. Хорошая охрана. А не бабушки, чтобы сидели и нажимали на кнопки. Училить охрану, чтобы доступа не было никому посторонним в школу. К счастью, в нашем городе подобных случаев нападений не было. Психологи все же советуют родителям почаще говорить с детьми. Нужно научить их, что в случае вооруженного нападения идти на контакт с преступником ни в коем случае нельзя. Им движут животные инстинкты. Попытаться поговорить или успокоить – тоже, что лезть на рожон. Саровчане решили выразить свои соболезнования и почтить память погибших стихийным мемориалом на лестнице «Миру мир». 28 мая – последний день приема документов от семей, которые претендуют на участие в программе улучшения жилищных условий «Молодая семья» в следующем году. Об этом сообщает Комитет по управлению муниципальным имуществом. Подробную информацию об условиях участия и передачи необходимых документов можно получить по телефону 977-51. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 12 по 29 мая в Нижегородской области пройдет правовая акция «Живи и помни». Акцию проводит Центр правового консультирования граждан и юридических лиц. Ветераны Великой Отечественной войны, а также их дети, внуки и правнуки смогут получить бесплатную правовую помощь. За юридической консультацией можно обратиться по телефонам горячей линии Центр поддержки предпринимательства приглашает горожан принять участие в определении победителей традиционного городского конкурса «Лучший предприниматель». Голосование проходит в группе ЦПП в социальной сети ВКонтакте до 19 мая. Победитель в каждой номинации получит профессиональный рекламный ролик. Торжественное подведение итогов пройдет 26 мая. Пилотный проект по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей стартует в Нижегородской области в 2021 году. В рамках проекта усилят профилактическую работу с ГИБДД, будут проводить разъяснительные кампании, запустят социальную рекламу. Эти меры должны снизить или свести к нулю число аварий с участием пьяных водителей. Нижегородская область станет первым регионом России, где начнется реализация проекта. Сроки запуска определят после того, как правительство РФ согласует программу мероприятий. По официальным данным, в прошлом году в Нижегородской области по вине пьяных водителей погибли 120 человек. Практически 30% от всех погибших на дорогах. Федерация лыжных гонок России утвердила Саров в качестве места проведения Чемпионата России по лыжероллерам 2021. Мероприятие пройдется 2 по 8 августа. 20 мая в город приедет делегация Федерации лыжных гонок для того, чтобы начать организационную работу. По традиции Чемпионата России по лыжероллерам и для удобства зрителей, несколько гонок пройдут по улицам Сарова. С 27 по 29 апреля в Нижнем Новгороде прошел арт-фестиваль Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров». Наш город на нем представлял детский хореографический коллектив «Контемп». Воспитанники Дыши стали лауреатами в нескольких номинациях. Подробности в следующем репортаже. Арт-фестиваль «Роза ветров» проходил на большой сцене Нижегородского театра юного зрителя. Коллектив «Контемп» детской школы искусств представил на суд-жюри четыре танца в разных номинациях. Народный танец, народный стилизованный, современный и эстрадный. Участники коллектива высоко оценили и свои выступления, и работы других участников. Мы не в первый раз выступаем, поэтому было легко. Главное – построиться на сцене правильно. Мне понравились наши выступления. В принципе, мы хорошо станцевали. По словам руководителя коллектива «Контемп» Татьяны Елагиной, участие в конкурсах помогает детям наработать опыт концертной деятельности. «Роза ветров» – уникальный проект, который на протяжении 26 лет содействует развитию культуры детско-юношеского творчества, знакомству руководителей и детей с новыми тенденциями в искусстве и в педагогике. Для нас это был очень интересный опыт – посмотреть работу таких больших, скажем, масштабных коллективов, в которых большой объем детей. У них совершенно идет другая система работы в плане развития детей, детской хореографии, потому что там идут уже базовые танцы, танцуются, можно сказать, десятилетиями». Профессиональное жюри оценивало работу участников, а с педагогами обсуждало каждый танец и давало рекомендации, как улучшить технику выступления и постановку в целом. По результатам фестиваля «Контемп» стал дипломантом первой степени в номинации «Эстрадный танец», лауреатом второй степени в номинации «Народно-стилизованный танец», лауреатом третьей степени в номинации «Народно-сценический и современный танец». Саров принял эстафету событийного марафона, посвященного десятилетию школы «Росатома». 12 мая у Дворца детского творчества воспитанницы студии «Эстрадные народные хореографии Задоринки» выступили с танцем «Экспериментариум». Его покажут в фильме о праздновании юбилея проекта в Сарове. Подробности в следующем репортаже. В 10 лет госкорпорация «Росатом» реализует отраслевую инициативу в сфере образования проекта «Школы Росатома». Саров стал местом, где появилась идея создания проекта и впервые прошел выездной финал мероприятий для педагогов и школ. В честь юбилея в этом году организовали событийный марафон, эстафету в котором Саров принял у Заречного. Именно в нашем городе, начиная с 2012 года, был создан бренд «Школы Росатома». Вот этот вот апельсин, который в течение этих 10 лет является как раз символом «Школы Росатома». Ежегодно в рамках «Школы Росатома» команда-победительницы муниципального этапа метапредметной олимпиадой достойно представляют Саров на всероссийском уровне. За время существования проекта наш город 4 раза выигрывал гранты на проведение мероприятий для талантливых детей. Из городов присутствия госкорпорации «Росатома». В течение этих лет наши педагоги участвуют в этих проектах, наши сады активно участвуют, поэтому большое количество детей, родителей, педагогов было занято в данном проекте. Это большое, огромное событие для всех образовательных организаций. 12 мая у Дворца детского творчества воспитанники студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» выступили с танцем «Экспериментариум», в котором показали историю открытия «Атома». По словам воспитанницы студии Арины Макаевой, подготовка этого танца оказалась сложной, но в результате все получилось отлично. Мы, в первых, танцевали ученых. Там рассказывается про то, что мы открыли «Атом», и один человечек решил забрать «Атом». Но, несмотря на это, мы его простили. Танец покажут в фильме о праздновании юбилея проекта «Школы «Росатома»» в Сарове. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Стартовал городской турнир по мини-футболу «Прорыв» среди воспитанников детских садов. В этом году за победу будут бороться 19 команд. Соревнования проходят в спортивной школе «Икар» и продлятся до 17 мая. Подробности далее. Привет! Вот сегодня мы в этом зале собрались для того, чтобы играть в футбол. Первые шаги к мастерству стартовал городской турнир по мини-футболу «Прорыв» среди воспитанников детских садов. Игры группового тура проходят в спортивном зале «Школы «Икар». На трибунах малышей поддерживают их тренеры, воспитатели и, конечно же, родители. Ну да, для ребят это первый турнир такой большой. Они с удовольствием восприняли. Наверное, кто-то волнуется, кто-то, может быть, даже не спал всю ночь. Ну, я думаю, что это хороший опыт для них в соревнованиях, нервничать, подружиться, потолкаться, поиграть. И я думаю, что это замечательно, что такие соревнования есть. В этом году в турнире принимают участие 19 команд. Их разделили на 6 групп. Играют по круговой системе. Победители групп образуют золотой финал. Команды, занявшие вторые места – серебряный финал, а третьи места – бронзовый. Учитывая юный возраст футболистов, правила турнира довольно щадящие. Малыши играют два тайма по пять минут. Мяч у нас не уходит за пределы поля, мы не разыгрываем его из лицевой линии. Как они там об стену его пинают, облавки пинают. А тут пока как во дворе играют. Ну а минимальные правила касаемо грубости, нарушений физических каких-то контактов. Ну и, соответственно, игры руками и игры в вратарской площади самим в вратарево. Детский сад номер 8 «Улыбка» в турнире участвует уже третий год. В прошлом году они боролись с золотом кубке и заняли третье место по городу. В этом году в команде четыре ребенка и старший, и два из подготовительных групп. С наступлением теплой погоды малыши в садике играют в футбол ежедневно под четким руководством своего тренера. К соревнованию ребята подходят ответственно, немного волнуются и очень хотят победить. Вы знаете, и нравятся, наверное, все-таки соревнования. То есть они шли, наверное, для них это очень важно. Для них это гордость, что отобрали именно их. Но они знают, что главное участие. Для них даже будет гордость то, что они поучаствовали в этом турнире. И даже не займут никакое место. Для нас тоже. Турнир в этом году посвящен десятилетию школы «Русатом». Игры продлятся до 17 мая включительно. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.